Без чая я скучаю, но и с кофе не соскучишься. Чем эти напитки полезны и вредны? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, профессор Уряд Государственной премии Украины Яков Верхивкер. Здравствуйте. Здравствуйте. Некоторые считают, что в чае больше кофеина, чем в кофе. Это не так. Больше кофеина, естественно, в кофе. В чае больше катехинов, то есть тех веществ, которые, это химические вещества, которые, ну вот, дают прелесть, придают прелесть чаю. То есть вы пьете чай и ощущаете прилив бодрости. Я не буду вдаваться в химические подробности этих веществ и объяснять все те вещи, которые они делают. Но, тем не менее, это действительно так. Кофеина в чае есть, но очень небольшое количество. Значительно меньше, чем в кофе. Я был на конференции в Китае, в Шанхае, и увидел в магазине, где продавался чай, специализированные магазины, где продают чай, увидел белый чай. Я не поверил, я спросил, что это. Мне сказали, это чай. Это чай специальным образом подсушенный. И я попросил, чтобы мне дали попробовать. Тут же завалили чашку чая, дали мне попробовать. И я, по сути дела, пил молоко. По вкусу, по запаху напоминало молоко. Показали мне, ну, в банке этот, как можно купить этот чай. Я его привез в Одессу, кого не угощал, никто не верил, что это чай, а не молоко. Но, тем не менее, очень непривычный. Непривычный для нас. Очень вкусный, но, опять-таки, мне больше по вкусу черный чай. Вызывает ли чай привыкание? Естественно, как любой напиток, он вызывает привыкание. И, мало того, вы наверняка после еды обязательно выпиваете чай. Ну, во-первых, для того, чтобы немножко привести в состояние нормальное свой организм. Вы поели, как-то нагрузили этот организм. Он должен, ну, грубо говоря, промыться. Но, конечно, он вызывает привыкание. Вызывает привыкание в том плане, что вы привыкли после еды или там вечером ужинаем выпить или утром выпить стаканчик чая. Пусть это будет чай с сахаром в прикуску, пусть это будет чай с медом, пусть, в конце концов, это будет чай с кусочком лимона. Но вы привыкли. И это действительно чистой воды привыкание. То же самое касается и кофе. Люди утром, многие, согласны даже не завтракать, а выпить чашечку кофе. Без того они не могут нормально существовать. Это тоже своего рода привыкание. С каким соотношением заварки и воды чай становится крепким? Вот что касается крепости. Крепости. Там не так соотношение заварки и воды, как качество чая. Ну, старые одесские такие высказывания. Кладите больше заварки и будет лучше чай, правда? Но, тем не менее, это не совсем так. Обычно на чайничек, на заварочный чайник, примерно объемом, ну сколько там, 250 миллилитров, кладут две чайные ложки чая и заливают горячей водой. Настаивают, и этого вполне достаточно. Это обычное соотношение. Конечно, можно и больше, но тогда вы почувствуете дополнительную горечь этого чая. Если вы хотите сделать что-то типа чефира, как это называют, то это можно сделать. Но обычное соотношение это на чайниче где-то там 300 миллилитров воды, где-то 2-2,5 ложки чая. Может ли чай набредить? Ну, как любой продукт, значит, если вы сделаете, как правило, если человек привык уже к этому напитку, то нет. Но во многих случаях, если у человека какие-то болезни, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, ему нельзя пить много чая, сердечные болезни, сосудистые, нужно каждый должен, так сказать, знать свою меру в этом вопросе. Потому что навредить он, естественно, может. Это растение, которое имеет определенный состав микро-макроэлементов, витаминов, минералов и так далее, которое может привести к тому, что человек станет себя хуже чувствовать, что ли. Три правила. Первое. В чае меньше, чем в кофе кофеина, но больше кахетинов. Второе. Чай бывает с разным вкусом, даже молочным. Третье. В чайник емкостью 250 мл кладут две чайные ложки чая. Мы продолжим разговор о полезных продуктах в других передачах. Берегите себя.